Вот сейчас хорошо видно человека и масштаб этой трубы А там мы видим необычные проходы, отделанные кафеем Всем привет, уважаемые зрители! В этом видео речь пойдет о посещении очень необычного объекта Это подвальная система, объединяющая несколько корпусов одного из известнейших зданий Москвы Сталинского периода Специально не буду называть имена выдающихся архитекторов, почему проекту было построено здание И не стану рассказывать историю самого здания, чтобы не палить место Система эта имела очень своеобразное предназначение По данным, которые мне удалось найти, в здании при его проектировке отсутствовало традиционное отопление А заменить его и были призваны эти подвалы Выполненные в виде бесчисленных вентиляционных каналов самых различных размеров и форм Воздух поступал в систему через вентиляционные шахты Одной из которых являлся величественный фонтан, находящийся рядом с этим зданием Дальше воздух проходил через специальные фильтры, в зависимости от времени года нагревался или охлаждался в гигантских радиаторах И посредством огромных циклонов нагнетался вентиляционные каналы системы, распространяясь по всему зданию Конечно, такое инженерное решение выглядит весьма спорно, но на период постройки оно было бесспорно смелым и инновационным Кстати, если у вас есть мысли, с какой целью для отделки части вентиляционных каналов была применена цветная стеклянная плитка Пожалуйста, напишите об этом в комментариях к видео Впоследствии в здании было смонтировано традиционное отопление и система потеряла свою актуальность Сейчас она служит только в качестве обычной вентиляции Но ее размеры, светленность, количество самых разнообразных тоннелей и ходов поражают воображение Это огромная вентиляционная система, построенная под одним из сталинских зданий в период постройки этого здания с 1932 по 1937 годы Здание изначально планировалось под одно из крупнейших учебных заведений страны Система предназначена для кондиционирования воздуха И одна из, точнее, основная вентиляция, через которую ведется забор воздуха, она расположена под фонтаном Здесь находятся такие радиаторы, которые должны были выполнять роль охлаждения воздуха Изначально воздух проходил через множественные фильтры, сейчас вы их видите, сделанные из абонитовых трубок Вот это вот один из вентиляторов Для масштаба можете посмотреть размер этого вентилятора в сравнении с человеком Этот вентилятор обеспечивал приток воздуха Я сейчас нахожусь в аппаратной Здесь мы можем видеть весьма немалых размеров циклон Который управлял притоком воздуха Вот это вот щитовая Диспетчерский пульт С которого и производилось управление Забором воздуха Или подачей Включением и выключением электричества И так далее Мы сейчас проходим В саму систему Здесь идет кабельный коллектор Очень атмосферное место Вся вот эта вот проводка Еще, наверное, сохранившаяся с 30-х годов И вот мы прошли в саму систему Которая уходит под главное здание Система совершенно необычная Во-первых, она поражает своими масштабами То есть вот мы видим трубу Я даже не знаю, для каких целей она была сделана Мы видели на фоне этой трубы человека Вот сейчас хорошо видно человека И масштаб этой трубы И дальше она уходит Разделяется на два вентиляционных канала Резкое снижение потолка А там мы видим необычные проходы Отделанные кафелем Точнее, это даже не кафель Это стеклянная плитка И угадать причину такого решения Такой отделки вентиляционных туннелей Сейчас очень тяжело Но вот сейчас очень хорошо видно Что это самая настоящая стеклянная плитка Это даже не кафель Очень необычное решение Причем местами Она имеет разный цвет Я решил пройти по одному из туннелей Конечно, прежде всего поражает То, что вся эта вентиляционная система Точнее, не вся, а частично, скажем так Она отделана Вот этим цветным стеклом И с какой целью это было сделано Очень тяжело предположить Здесь имеются проходы в различные помещения Точнее, это даже не помещение А это очередной коллектор Все они перекрываются воздухоплодными дверьми Здесь идет теплотрасса Возможно, что она не рабочая Но вот еще одна из воздухоплодных дверей Интересный маленький загуток С электрическим оборудованием Система поражает своей разветвленностью Обилием совершенно необычных ходков Вот здесь вот люк Закрытый деревянной крышкой С такими фактурными скобами Еще одна воздухоплодная дверь И за ней мы видим Остатки Теплотрассы А вот это вот необычные Вентиляционные каналы То, что мы видим Это как раз Своеобразная вращающаяся перегородка Можно даже попробовать ее перекрыть Не буду сейчас излишне шуметь Но вот это вот как раз Служит для перекрытия Вентиляционного канала Сейчас попробую немного туда пройти И даже здесь присутствует освещение Несмотря на Очень низкий уровень Потолка здесь А вот это вот Под стать системе Грандиозная вентшахта На переднем плане Хорошо видно створки Которые должны перекрывать Воздух Поступающий из этой вентшахты И дальше она уходит на Десятки метров вверх Сейчас я пытаюсь показать Примать этот момент Я продолжаю исследовать эту систему Воистину гигантское сооружение Вот это вот похоже уже более современная стена Здесь вентиляционные каналы Вентиляция Да тут вся система вентиляции Но тут очень маленькие ходки Скажется, они заканчиваются тупиком Кстати, тут опять же присутствует некий запах Вот интересно сделаны вентиляционные отверстия В потолке Вообще такое впечатление, что все это здание Оно испещрено Его подземная часть Вентиляционными ходами Периодически попадаются Остатки теплотрасс Похоже, что Теплосеть здесь не рабочая Вот это Ух ты, вот еще одна вентиляция Тоже поражающая своими размерами Лестница для обслуживания жалюзи И вентиляционные каналы уходят наверх Вот тут лучше Можно рассмотреть устройство вентиляционной шахты Здесь проход заканчивается сбутовкой Похоже, кто-то пытался сломать эту стену Дабы посмотреть, что там за ней находится В одной из комнат В одном из ответвлений Это вентиляционные системы Мы нашли такой вот Полуразобранный электромотор Здесь находится Такой маленький циклон Вот Можно сопоставить Размеры человека Стоящего рядом с этим циклоном Собственно, как Я уже говорил Основное предназначение Всей этой подвальной системы Это кондиционирование вогу Вот это вот привод Мотора этого циклона Все это, к сожалению, не рабочее Уже Видно, что электромотор разобранный Но масштабы просто поражают Да, тут когда-то находились служивые Еще с советских времен И, кстати, было Что-то неплохо горело Судя по закопченности потолка Предназначение вот этой вот Кирпичной конструкции Сейчас тяжело сказать А вот этот же вентилятор Этот же циклон Со своей рабочей стороны Со стороны лопастей Где он Обеспечивал приток воздуха Очень похоже, что Этимент шахты Идет до крыши Самого здания Грандиозное сооружение Воистину грандиозное сооружение Смотрите Сталк на мелькомбинат Идик по историческим подвалам А также подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok